Сотрудники налоговых инспекций теперь реже будут выезжать с проверками в места торговли. Причина тому – активное использование кассовых аппаратов. Вот и в ходе последнего рейда добросовестных предпринимателей оказалось больше. В этом кафе в обеденное время посетителей немного. Хозяин объясняет это последствиям пандемии. Многие выбирают доставку. Поэтому вполне естественно, что по сравнению с 2019 годом выручка уменьшилась. Сотрудники инспекции, конечно, верят, но на всякий случай проверяют, все ли в порядке. В течение последнего времени специалисты неоднократно информировали собственников о преимуществах работы с контрольно-кассовыми аппаратами. Взаимодействие с налоговыми органами теперь приходит в цифровом формате. И такая работа дала, конечно же, свои результаты. У сотрудников налоговых органов не будет необходимости выхода на торговую точку, чтобы контролировать предпринимателей, как они используют контрольно-кассовую технику. То есть на рабочем месте они смогут мониторить информацию, поступающую от онлайн-касс, и отслеживать, кто и сколько пробивает кассовых чеков. И уже по результатам анализа в отношении конкретных предпринимателей, скрывающих выручку, будут проводиться контрольные мероприятия. Поэтому мы призываем всех налогоплательщиков пробивать и выдавать кассовые чеки на каждую покупку. Чеки с кассовых аппаратов сразу попадают в базу налоговой. Между тем в федеральном ведомстве считают, что кто-то все же лукавит. Наличие чека может ни о чем не говорить. Могут быть и фальшивые. Проверить его подлинность можно с помощью мобильного приложения, отсканировав QR-код. Я думаю, это и для предпринимателей удобно. Не надо никуда ходить. Все уходит уже через кассу сразу в налоговую инспекцию. И все видно, все ясно и понятно. И налоговая предпринимателям занимает меньше времени. На рынке давно работаю. Раньше мы работали с товарными чеками. Сейчас мы работаем онлайн-кассой. Очень удобно. Покупатели все довольны. Когда покупают оптом, им же надо в коллективе все отчитываться. Это очень удобно. В случае обнаружения сокрытия выручки предпринимателю грозят серьезные штрафы. В особых случаях руководители могут дисквалифицировать, а предприятие закрыть на 90 дней. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика.